Добро пожаловать на канал интернет-магазина Планета Страйкбола. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольная винтовка CM-098 производства компании CIMO поставляется в картонной коробке с полиграфией. В комплект поставки входит инструкция, сама страйкбольная винтовка, бункерный магазин, аккумулятор, зарядное устройство, пакет тестовых шаров, шестигранный ключ и пластиковый шомпол. Страйкбольная винтовка CM-098 от компании CIMO является выполненной с некоторыми допущениями копией 7,62 мм полуавтоматической марксманской винтовки SR-25, разработанной компанией Night Sarmanen для нужд вооруженных сил в США. Весит данная винтовка 3,410 кг, а ее длина составляет целых 1070 мм. Основными особенностями представленной страйкбольной винтовки являются ее внушительный внешний вид, ведь длина винтовки составляет более 1 метра. Она оснащена быстросъемным прибором бесшумной стрельбы, проще говоря, глушителем. И 12-дюймовым квадрейл-цевьем типа CATS Free Float RAS, то есть цевьем, сверху, снизу и по бокам которого имеются панели стандарта Пикатинни, позволяющие устанавливать на винтовку тактические фонари, лазерные целеуказатели, рукояти переноса огня и блоки управления огнем типа Unpeg. Сверху на верхнем ресивере также есть платформа стандарта Пикатинни для установки оптических и коллиматорных прицельных приспособлений. Кроме этого, винтовка имеет пистолетную рукоять, стилизованную под таковую от компании МакПул серия Мээ и увеличивающую просвет гарду спускового крючка, позволяющую без трудностей оперировать винтовкой в перчатках. На селекторе страйкбольной винтовки обозначения имеют всего два режима стрельбы – предохранитель и одиночный огонь. Однако на данной модели селектор можно перевести и в третье положение для ведения автоматического огня. Сразу следует обратить внимание, что прототип данной страйкбольной винтовки был выполнен под патрон 308 вин или 7,62х51 мм. Если сравнивать данный патрон с классическим 223 рэмом или 5,56х45 мм, невооруженным глазом видна разница. Соответственно, для данного страйкбольного автомата идут свои магазины, которые явно отличаются от реплик магазинов под 5,56 мм. Также в качестве особенностей можно указать оснащение данной страйкбольной винтовки электронным ключом MOSFET, благодаря которому для производства выстрела используется транзистор. Разрыв и замыкание контакта происходит именно внутри транзистора, без использования каких-либо подвижных механических элементов, что позволяет использовать мощные пружины, увеличен срок эксплуатации изделий без его ремонта, а также дает более стабильную работу электронной начинки. Страйкбольная винтовка CM-098 от компании CIMO комплектуется гирбоксом версии 2,5. Отсек для размещения аккумулятора расположен в прикладе. Для того, чтобы получить к нему доступ, потребуется утопить фиксатор справа на прикладе, который выполнен в виде шестигранного болта и вынуть из приклада тыльник с заглушкой. Здесь в прикладе расположен разъем минитомия. Электроника при помощи звукового сигнала даст знать, подходит ли используемый аккумулятор или он требует зарядки. На модели CM-098 реализована возможность быстрой смены пружины. Для этого потребуется снять приклад, воспользовавшись длинной крестовидной отверткой. После этого при помощи шестигранного ключа из комплекта поставки необходимо открутить направляющую пружины, извлечь пружину из ствольной коробки, сменить или обслужить пружину и установить все на свои места в обратной последовательности. Данная страйкбольная винтовка изготовлена из металлического сплава, ударопрочного пластика и стали. Из металлического сплава выполнены прибор для бесшумной стрельбы, внешний ствол, цевьё, прицельные приспособления, верхний и нижний ресиверы и рычаг заведения. Из пластика пистолетная рукоять и приклад. Из стали магазин и отдельные элементы конструкции. Данная страйкбольная винтовка оборудована нерегулируемым прикладом, однако тыльник приклада четырёхпозиционный регулируемый. Для регулировки потребуется утопить фиксатор тыльника приклада, выставить тыльник в нужное положение, отпустить фиксатор и зафиксировать тыльник приклада. Переводчик режимов огня флажкового типа двухсторонний, имеет три положения. Положение сейв, когда предохранитель включен. Положение сэми для ведения одиночного огня и не имеющие маркировки положение ауто для ведения автоматического огня. Регулировка хопапа осуществляется через окошко имитации выбрасывателя. Для того, чтобы получить доступ к регулировке, потребуется оттянуть назад рычаг взведения. Имитация затвора встанет на затворную задержку. Здесь расположено роторное кольцо, при повороте которого наверх увеличивается степень подкрутки шара. Для возвращения имитации затвора в исходное положение, потребуется нажать на клавишу снятия с затворной задержки, расположенную слева. Штатные прицельные приспособления представлены в виде складных открытой мушки и диоптрического целика. Целик имеет регулировку по вертикали и горизонтали. Мушка регулировки не имеет. Для того, чтобы сложить и разложить прицельные приспособления, дополнительных усилий не потребуется. При необходимости прицельные приспособления можно демонтировать, раскрутив винты слева под шлицевую отвертку. Для крепления оружейных ремней снизу на прикладе есть антабка, а также по бокам в основании приклада расположены две ниши для установки быстросъемных антабок. Для того, чтобы установить магазин, потребуется вставить его в шахту магазиноприемника вверх до щелчка. Для извлечения магазина достаточно нажать на клавишу экстракции, после чего он сам выпадет вниз. В комплекте поставляется стальной бункерный магазин. Для того, чтобы заправить его шарами, потребуется открыть крышечку сверху и засыпать шары. А для того, чтобы шары попадали в подаватель, необходимо регулярно подкручивать колесико на пятке магазина.